И влез в корабль, прииде и прииде во свой град. Какой свой град для Господа? Родился он в Вифлееме, был воспитан в Назарете, а постоянно жил в Капернауме. Именно об этом в городе говорит сейчас евангелист. Исе, принесоши ему расслаблено жилами, на одре лежаща, и, видев Иисус веру их рече расслабленному. Но у всех трех синаптических евангелистов есть повествование об исцелении этого расслабленного. Это не тот же, о котором повествуется у апостола-евангелиста Иоанна Богослова, который у овечьих ворот располагался на источнике, и которого некому было перенести к источнику вод, тогда как сходил ангел в них. А у этого расслабленного были помощники. Евангелист Матфей не повествует о том, что эти четыре доброжелателя не только пытались протиснуться сквозь толпу, но и проявили изрядную изобретательность для того, чтобы представить страждущего их родственника или друга пред очами Господнями. Они разбирают кровлю того дома, где находился Спаситель, и прямо посреди пред очами Господнями спускают этот одр, на котором возлежал расслабленный. Сама по себе вера этих доброжелательных для страждущего людей привлекает милость Божью. Да и сам расслабленный претерпел это совсем неудобное путешествие без всякого ропота, с упованием на то, что Господь может совершить чудо его исцеления. Потому Господь и говорит расслабленному, «Дерзай, чада, отпущаются те греси твои». Название расслабленного чадом, это очень теплое и любовное обращение, говорит о том, что Господь сердцеведец видел его веру. Ну и потому еще, что всякий из нас есть его создание. «И сей нецей от книжник, реша в себе, сей хулит». То, что в себе говорит человек, кто может знать, только Бог всемогущий. Поэтому первым образом Господь являет свое божественное могущество тем, что отвечает на то, что не было сказано, но только в сердце недоброжелателей Господних определилось, как укорение, как поношение Господа. Вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих. Зачем вы допускаете не просто приходить помыслом злым в ваши сердца, такова человеческая падшая природа, что не могут не приходить помыслы. А зачем вы этим помыслом сочувствуете? Почему вы этими помыслами увлекаетесь? Почему вы делаете эти помыслы поводом для того, чтобы самим вам становиться, вопреки Божьей воле и Божьей истине, осудителями, хулителями? «Чтобы есть удобие реши, спрашивает книжников Господь, что удобнее сказать, отпущаются тигреси или реши восстани и ходи? Что легче, исцелить душу или тело? Насколько душа выше тела, настолько труднее явить прощение, очищение души от грехов, хотя и самое дело воздвижения неизлечимо болящего, тоже дело великое. Для чего поступает Господь так, что вначале объявляет о прощении грехов? Для того, чтобы, конечно же, засвидетельствовать свое божественное могущество перед иудеями, но для того, чтобы вера их была благонадежна, чтобы они уверовали в Него. Для этого невидимое подкрепляет видимым. Кроме исцеления души, очищения ее от грехов, дарует и иной признак, уже третий признак своего божественного могущества, исцеляет и неисцелимо болящего. При том, что славу своего божества заставляет возвестить со стороны тех, кто являлся его недоброжелателями, ибо от словес своих они будут осуждаться, когда сказали, кто может отпущать грехи, только один Бог. Из этого и следовало бы сделать вывод, что тот, кто одним словом исцелил неисцелимо болящего, а прежде возвестил ему прощение грехов, которого тот искал, то уж, конечно, он и есть соответствующий их словам. Кто может прощать грехи? Только один Бог. Но до увести, як власть имать Сын Человеческий на земли, отпущать и грехи. В Божественном Евангелии Господь чаще всего в отношении самого себя употребляет именно это словосочетание Сын Человеческий. Именно потому, что надлежал ему, проповедуя свое единство с Отцом и грядущего на Церковь Святого Духа, убедить нас и в том, что им вполне воспринято и наша человеческая природа ради ее преображения, ради ее благодатного исцеления, ради ее освобождения от власти греха и смерти. Тогда глагола расслабленному «восстани, возьми твой одр и иди в дом твой». Этим действием он заставляет признать всех, что исцеление случилось не мечтательно, не в воображении, но поднятый одр есть подтверждение истинности поднятого прежде с этого одра неисцелима болящего и расслабленного. «И восстав в зем одр свой, иди в дом свой». Это милость Божья к тем, кто не верует. Для чего направляет он исцеленного в свой дом? Для того, чтобы через исцеление его телесное произошло исцеление их духовное, чтобы они убедились и утвердились в исповедании Христа Спасителя, подлинного Мессии, пришедшего в мир. «Видевший же народы, чудившийся и прославивший Бога, давшего власть таковую, человеком». В этой фразе есть некое противоречие. Прославляют Бога, не прославляя Христа его, принимая за силы, данные Богом человеку, те чудные знамени, свидетелями которых они стали, но не поклоняясь, как Богу, тому, кто совершил их. Здесь, по свидетельству Иоанна Златоуста, явлено великое Божье снисхождение и милосердие. Он кротостью и терпением врачует неисправимых и являет свое снисхождение, и тогда, когда неверно исповедуют его, не хотят поклоняться ему, не почитают его, как должно, но любовью и терпением ожидает Господь Иисус Христос, являя всю свою божественную силу и могущество обращения всех, дабы все спаслись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok